И сейчас с нами на прямой связи Анастасия Бондар, заместитель министра культуры и информполитики. Анастасия, как нас слышно? Видим вас? Приветствую вас. Приветствуем вас тоже. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, россияне продолжают доверять пропаганде? Ну, к сожалению, да, все опросы, которые мы читаем на сегодняшний день в интернете, которые слышим, подтверждают, что большая часть россиян все еще продолжает верить. Но они же понимают, что их обманывают, цинично обманывают. Я не знаю, ну как этого не понимать? Есть же родственники в Украине, у многих, которым нужно позвонить, послушать. К сожалению, кажется, что они до сих пор этого не понимают. И учитывая, что они сейчас находятся в определенном информационном вакууме, ввиду ограничения и Ютуба, и Фейсбука, и Инстаграма, то, конечно же, этот информационный поток у них в принципе ограничен. Ну, хорошо. В этом информационном вакууме они оказались совсем недавно. До этого же можно было в других альтернативных источниках искать информацию. Много мессенджеров, Фейсбука, Телеграмы. Информации достаточно, чтобы понять, что спецоперация по денацификации – это откровенная ложь. К нашему большому сожалению, критическое мышление, оно присуще далеко не всем людям. Не все люди могут анализировать правильную ситуацию, не все люди могут ее сравнивать и получать ее из разных источников. По сути, это то, чему мы сейчас призываем всех наших граждан, к тому, чтобы они максимально проверяли информацию в разных источниках. Если они понимают, что что-то с тем или иным каналом подозрительное, то нужно ее перепроверить где-то еще. Обращаться к международным медиа, обращаться к разным новостным, в том числе, каналам, для того, чтобы понимать, как эта информация подается. И тогда уже делаются и собственные выводы. Видим, что, к сожалению, в Российской Федерации ситуация не такая, что людям гораздо проще воспринимать единственный канал, первый, который дает вот такую вот зомбированную информацию, по сути, на сегодняшний день. Анастасия, можно достучаться до россиян, ну, как-то перепрограммировать их? Что для этого нужно сделать? Мне кажется, что нужно с нашей стороны не прекращать работу. В принципе, на сегодняшний день очень много людей, те, которые по тем или иным причинам не могут взять в руки оружие, защищать таким образом свои города. Да, они находятся дома, у них есть доступ к интернету, они максимально распространяют те новости, опять же, среди тех же людей, которые являются и знакомыми, и среди людей, которые живут не только в Российской Федерации, но и в Европейском Союзе, и в других странах мира. Максимально распространять информацию реальную о том, что происходит. Таким образом, это, я уверена, рано или после обязательно дойдет. Анастасия, как вы считаете, почему россияне не верят собственным родственникам, которые живут в Украине? Мы знаем, многие семьи столкнулись с такой проблемой с начала войны, звонили своим родственникам, говорили остановить войну, рассказывали о том, что здесь происходит, что ракетные удары наносятся не только по военным объектам, а по жилой инфраструктуре. Как считаете, почему так происходит, что не верят своим? И вы знаете, не просто звонили, да, присылали и фотографии, и видео конкретно, и все равно. Обвиняли, что это видео 2014 года, 2015, что это старые видео фейки. Ну, к сожалению, предполагаю, что их пропаганда начала соответствующую подготовку, как бы, сильно заранее. И поэтому на протяжении всех этих лет, по сути дела, с 2014 года, с момента, когда в нашей стране идет война, Россия готовила своих людей и постепенно-постепенно накапливала этот вот новостной объем, готовя людей к тому, что у нас здесь происходит в своем, как бы, формате объяснения. И, естественно, сейчас достигли своей кульминации. Настолько, что там в районе 70-75% населения Народской Федерации поддерживает агрессию в Украине. Скажите, а в отношении рупоров пропаганды уже многие страны вводят санкции. Это как-то сработает или нет? Я уверена, что все сработает. Уверена, что мы не должны останавливаться. Мы ежедневно работаем и от лица министерства для того, чтобы призывать все больше и большее количество компаний и ретрансляторов, и телевизионных компаний, и медиа-компаний, для того, чтобы они прекращали трансляцию российских каналов и пускали в эфир украинские новости. Все же, как вы считаете, настанет когда-нибудь такой момент, когда россияне поймут, что они находятся в какой-то теплой ванне, в этом информационном пузыре, в вакууме, что за них уже начали выбирать, что им смотреть, как мыслить, что говорить. Будет ли какое-то просветление в жителях России, и, возможно, они найдут в себе силы искать какую-то новую информацию о том, что происходит в мире. Или все же им будет удобно смотреть то, что показывают на Первом канале и прочих пропагандистских каналах России? Ну, я считаю, что у нас с вами точно должна быть всегда надежда о том, что они в какой-то момент проснутся, что мы до них сможем достучаться, что благодаря всему тому международному сообществу, которое сегодня поддерживает Украину, благодаря усилиям нашего президента, что все-таки они нас услышат и проведут какое-то изменение. Скажите, в Великобритании отключают Russia Today и уже предложили украинским каналам занять их место. Как вы к этому относитесь? Однозначно положительно. Это, в общем-то, то, к чему стремится министр культуры и информационной политики Александр Скаченко. Это то, что он постоянно обсуждает и с главами государств, и с главами медийных компаний во всем мире для того, чтобы убирать как можно дальше эту информационную пропаганду насилия и агрессии со стороны Российской Федерации и заменять их каналы украинскими новостями. Спасибо вам огромное. Анастасия Бондар была с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо.